Здравствуйте, Юлия Петровна. Здравствуйте. Компания Папа Займ, меня зовут Фомина Татьяна Игоревна, выдаюсь поделать взаимодействие задолженности. Допускайте просрочку по займу уже в 80-х летня. Намеренно оплату производить? Нет, мама денег не дает. Мама денег не дает. Мама денег не дает. Очень оригинально, Игорь Петровна. Фиксирует отказ от оплаты, а ждать все дальнего решения. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Насыров Руслан Бутербайлович, компания ОНСР, разговор дописывается в интересах компании Займонлайн, он же по ИПС, звонок к вам поступил. Юлия Петровна? Да. Верно? Юлия Петровна, что у вас по поводу оплаты? Бутербайлович? Нет, Насыров Руслан Бутербайлович. А, извините, пожалуйста. Что с оплатой? Нет, все. Юлия Петровна. У меня нет денег. Юлия Петровна, что с оплатой? Нет денег. Я вас проинформирую, от требований кредитора выставил требования до 6-го числа ожидает от вас оплаты. При невыполнении требований кредитора, то есть если оплата от вас не поступает, соответственно, в судебном порядке будет решаться вопрос. Возможно, скорее всего, направится выездный специалист по адресу регистрации. Адрес регистрации у вас уже, да? Всего рода очень хватит сверстить. Вот это решили, да? Вопрос со мной. Адрес регистрации? Улица Школьная, дом 23? Нет. Верно? Нет. Юлия Петровна, как вопрос будете решать? Подожду выездных этих каких-то там, кого направят. То есть на добровольной основе вопрос не собираетесь решать? Нет. Вы же понимаете, Юлия Петровна, на добровольной основе, либо же в судебном порядке, то данную сумму вам в любом случае придется оплатить. Чтобы не столкнуться с дальнейшими последствиями, лучше бы вам это сделать на добровольной основе. Нет. До 6-го числа включительно у вас есть время. До 6-го числа у вас есть время. До 8-го, если до 10-го. Что? Что-что? Говорю, и до 8-го, до 10-го, и до 15-го, до 25-го. У меня времени выше крыши. Угу, то есть на конструктивный диалог вы не настроены? Нет. Я вас услышу, информацию я зафиксировал, кредиторы будут переданы информацией. У вас есть время до 6-го числа включительно. Вам всего доброго, до свидания. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Бутербродер. Алло. Алло. Да. Никитарова, это вы, да? Да. Здравствуйте. Там Юля Петровна, в каком регионе живет, посмотри. Не поняла, что? В каком регионе Юля Петровна живет? Я, да, вот в просоне не пойму, в каком я регионе нахожусь. Ярдовская область у нас указана. Ну, ладно. Выстал, что ли я разбудила, теперь денег никогда не увидеть. Что вы говорите? Ну, ладно, ничего страшного, вынуждено. Да, бутербродер. Ярдовская область у нас указана, Юлия Петровна. Ну, что ли так? Ну, посасывайте пока. Вот с приставами без тебя. Юлия Петровна, вы не понабрали, а теперь с пицей вам не все спать. Ярдовская область у вас, пусть и долго получите. Работать надо. Я прибежала звонить. Ну, поработать. Хотят, чтобы начальниками чувствовать. Я не таким образом себя чувствую. Типа боссами. Про пристав, про шансы. А про меня я являюсь представителем. Представителем появляющихся. Во-первых, я являюсь представителем. Я являюсь исключительно бабой из гарнитуры, и все. Вы одолзили, яхтую жизнь. Вы круглосуточно. Дайте денег, дайте денег, дайте денег. Алло. Когда не знаешь, что сказать, а локоть начинаешь. Что же вы такая злая, Юлия Петровна? Я не злая, я свое отношение к тебе показываю. Не злойте, еще спите поползня. Работать надо. Явно я не годоварь, недоумение. Значит, адрес, говорите, у нас школьная 23, квартира 4,5,2. Ты чековщик, говори, хордец. Послушайте. Адрес, говори, вас? Лай, лай. Адрес, вы так сняете, давай будем с приставом, речим вопрос. Ой, с приставом сидит по агентскому, она в работу приставов. А как вы хотели? Велика ты пизда, чтобы в спицу уберулить. Ты так, червяк земляной. Слышали? Чуть там тявкай, тявкай. Что-что? Что-что? Ага. Сразу червяка услышала. Я не захотела быть червяком, она сделала вид, что она глухая. Я не знаю, я так понимаю. Давайте я по поводу вам перезвожу. Чупа-чупа-чупичечку. Уйдем, давайте. Давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай, конечно. Ну все, давай. Мерзуй. Фу. Ваш разговор будет... Здравствуйте. Да, я слушаю. Ирина Юрьевна? Да. Здравствуйте. Что? Не скажу. Не скажете? Ну как же вы не скажете-то? Да вам не скажу. Дальше буду делать самая... Почему бы так-то? Такой молчунь весь. А что здесь такого веселого-то? Да что грустить-то? Ну, я не знаю. Человек, который имеет кучу невыполняемых им обязательств, он должен веселиться разе? Невыполняемых обязательств. И каким образом дал Стоянин мне тоску нагонять? Эти обязательства. А то вас не беспокоит, да, ваша ситуация? Абсолютно нет. Кредитор выставляет вам требования, необходимых в полном объеме в течение суток... Пошли его от меня нахуй. Настраивайтесь на более конструктивный диалог. Ваш необоснованный отказ в исполнении обязательств я зафиксировала. В ближайшее время возможен выезд инспектора от нашей компании. Абсолютно нет, я так по деревьям с вами. Абсолютно нет, это нахуй. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Ваши разговор будут продолжены. Ну, в таком случае ожидайте в дальнейшем... Ну, все. Возможно, выезд по месту вашей правительства. Да-да, именно сама приезжай. Ирина Юрьевна, вы прекрасно понимаете? Давай-давай, все, выезжайте уже. Во-первых, мы с вами на цену переходили. Выезжайте уже, долго разглагольствуешь. Всего доброго, до свидания. Алло, здравствуйте, компания G-Money. Саньков Дмитрий Медведевич, меня зовут. Запись разговора. Анна Михайловна, члена Серикова. У вас один день просрочки в G-Money. Вы не забыли про оплату? Да. Не забыли? Не, не помнила. Не помните? А что у вас в память плохо, что ли? Девятья. Девятья? Платить-то будете, нет, подскажите? Да, нет. Никогда? Нет. Не будете? А почему? Анна Михайловна, ну заплатите. Ну зачем вы? Вот это вот девятья халатное отношение к своим долговым обязательствам приводит к тому, что пока не могу. Пока не можете. Ну, мне что зафиксировать? Не будете платить или больше? Мне кажется, вы меня влюбились. Прям по тону, понимаете. Возможно, возможно, Анна Михайловна. Если бы вы еще и оплатите, то есть, ну тогда точно. То вообще тогда будет. А если, может быть, такой мужской жест взять и, ну, погасить задолженность. Ну, если бы мы были с вами, возможно, знакомы, я бы это тоже и потом познакомимся. Я, ну, к сожалению, видите, настолько телефонные переговоры пока к этому. Вы подумайте. Вы не надо скучать. Если бы вы погасите, хотя бы продление сделаем, продление сделайте. Пролонгация? Нет. На этом вообще слове табу. 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 Ага. Ну, и по итогу так, почему мы с вами будем? Ну, отсутствие возможности, желания. Ну, и вообще, ну, это не серьезно. То есть, сегодня-завтра, сегодня-завтра оплатите, правильно понимаю? Ну, как ветер подует, так. Ну, я понял. Ну, ладно, я так и зафиксирую. Всего доброго.